Первые политические шаги, сделанные Глебом Никитином в статусе главы региона, внушают оптимизм. В этом сходятся мнения экспертов и представителей деловых кругов. Они подвели первые итоги работы нового главы региона в рамках круглого стола, который в пятницу 20 октября состоялся в пресс-центре «Медиа-страйк-холл». Я хотел бы дать первое слово одному из самых уважаемых экспертов в России, Михаил Юрьевичу Виноградову, политолог, президент фонда «Петербургская политика», который приехал сегодня в наш город. Михаил Юрьевич, кто такой Глеб Никитин? С какими целями он приехал в Нижний Новгород? Зачем его сюда назначил президент Владимир Путин? В Нижегородской области многие из федеральных сырьевых программ Глеб Никитин разрабатывал сам. Наверное, создает и общий, в большей степени общий язык с федеральными чиновниками. По крайней мере, на первый год работы, по крайней мере, при нынешнем составе правительства. Я думаю, что и впоследствии, в том числе в силу возраста Глеба Никитина. И понимание, где рычаги, где кнопки, на которые нужно нажимать для прохождения документов, принятия решений. А это важнейшие аппаратные управленческие навыки, которые дорогого стоят. Входя от каких-либо эмоций, симпатий, антипатий, каких-либо, употреблю это слово, наушничеств, он сохранил команду, которая до этого работала, дав им возможность проявить себя, свои деловые качества. Изначально декларируя, ребята, работайте, работайте эффективно, будете продолжать работать. Кто будет работать плохо, будем по мере развития событий людей менять. Три первых шага я полностью поддерживаю, считаю, они правильные. Финансово-экономический, команда и вертикаль. Вот это, на мой взгляд, абсолютно правильное действие. Эксперты отмечают, новый глава региона в первую очередь в своей работе обратился к проблемам, которые на сегодняшний день испытывают нижегородские промышленники. Такое моментальное погружение в курс дел должно принести конкретные результаты, ведь именно промышленный потенциал по-прежнему остается главным вектором развития всей экономики нижегородского региона. Клеб Никитин это сразу понял и поставил задачу в угловую главу. Смотрите, что за это время продемонстрировано и мы видим. Два, ну я знаю два, их наверное было больше, федерального уровня совещаний, которые прошли по очень важным актуальным темам. Посещение заводов основных, это СОКО, это группа ГАЗ, причем не просто посещение, а встреча с собственниками, встреча с директорами, с руководством. Сегодня это выксов, встреча с собственником, с акционером. Многим уже оказал поддержку, показав, что он может это делать быстро, эффективно, и его поддерживает федеральная власть. Это очень существенный шаг вперед. Нужно понимать, что мы живем на промышленности, мы стране нужны как промышленность и этим себя обеспечим. У нас ничего другого нету, понимаете. Заботятся люди, значит заботятся о промышленности. Будет работа, будет зарплата, будут налоги и все остальное сразу появится. Естественно, для налаживания эффективного управления областью Глебу Никитину необходима сплоченная команда единомышленников. И в этом мелочей быть не может, уверены эксперты. Новые лица в областном правительстве уже появились и будут появляться. Привлечение эффективных кадров, по всей видимости, станет системным процессом.